Куплю, больше не куплю. Это обзор товаров, которые у меня закончились полностью и я даю им оценку уже после полноценного использования. Ну и говорю, буду повторять или нет. И такое видео я делаю ежемесячно, но в этот раз получилось так, что половину октября мне не было дома и у меня практически ничего не закончилось. Зато в ноябре у меня просто такое количество всего позаканчивалось. Я не знаю, сколько мы с вами сегодня просидим, поэтому положите себя на всякий случай покушать, попить и приступаем. Для начала вам скажу, что все, что я вам сейчас покажу, можно будет купить со скидкой, получить палетку и еще 250 рублей от меня до 8 декабря. Вот до этой даты, которая на каталоге. Все подробности будут в видео в отдельном. Я его обязательно прикреплю вниз и в конце этого видео тоже будет. Ну а сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас, что у меня закончилось. У нас дома закончилось. И первое это порошки. Вот на порошках я останавливаться не буду вообще, потому что я уже много раз про них говорила. Была даже прямая трансляция. И эти порошки я однозначно покупала и буду покупать. Поэтому посмотрите, пожалуйста, видео. И там будет про них все подробно. Закончился пятновыводитель кислородный универсальный. Это тоже постоянно у меня есть в использовании. И одна банка закончилась, вторая началась. И в пятновыводителе, в отличие от порошка, у нас есть мерная ложечка в комплекте. Поэтому я вместе с банкой эту ложечку выбрасываю. Дальше закончилось средство мыло для кухни, устраняющее запахи. Я его очень люблю и периодически меняю просто ароматы. Поэтому однозначно оно у меня уже стоит с ароматом яблока сейчас на кухне. А это закончилось. И что я вам рекомендую этим мылом мыть? Ну, во-первых, очень жирные сковородки, очень жирные кастрюли. Они прекрасно отмывают. После использования специй, рыбы, капусту потушили, на 5-10 минут замачиваете то, на чем остался запах. И через 5-10 минут просто смываете проточной водой и никакого аромата не остается. То же самое можете помыть руки. Щадящие очень бережно относятся к рукам. Поэтому никаких проблем нет. Попробовала я средство для мытья посуды с древесным углем. Есть нюансы, конечно, использования этого средства. Выбросила, очень шумно. Я использовала в пробнике. И хочу вам сказать, что я его разбавила. Обычно, как в нашей банке для разбавления средства. Которые, кстати, кто знает вообще, куда они делись. Мне непонятно. Я их очень давно не видела в каталоге. И хорошо, что у меня покупатели все постоянные. Они уже эти баночки имеют. Так вот, вот это средство я развела. Как обычно, я развожу. Развела один к одному. То есть получилось 100 мл было достаточно для того, чтобы понять, хочу я такой или нет. Аромат нормальный. Я не скажу, что мне он сильно понравился. Но и не то, чтобы я не смогла им пользоваться. Например, как со средством с эвкалиптом. Это единственный нюанс, который мне не понравился. В разведенном виде в банке все это, если у вас стоит еще на видном месте, смотрится очень некрасиво. Оно получается серого цвета. Ну, вот примерно, как здесь вы видите. Вот такая мутная жидкость. Частички угля, видимо, да, они периодически оседают. Они остаются на стенках банки, бутылки. Она прозрачная. То есть там такие серые пятнышки остаются. Это мне не понравилось. То есть, если такое средство вы покупаете, я бы просто, например, ну, я для себя решила, я бы его не разводила. Оно бы у меня стояло в изначальной бутылке, в которой оно продается. Я бы его использовала именно в концентрированном виде и периодически встряхивала. Потому что осадком вот это средство здесь остается. И когда пробник переливала в бутылку, у меня здесь внизу оказалось просто, ну, черные такие скопления этого угля. Я туда чуть-чуть водички налила. Все это взболтала и перелила полностью. Ну, в общем, вот они здесь, эти частички с водой и остались. Я вам показываю. Ну, и, собственно, вот. Я покупать такое средство не буду. Мне не понравился его вид во флаконе, в котором я разбавляю. А я разбавляю. Я не привыкла пользоваться концентратом. Поэтому это не для меня. Это я не куплю. Следующее, что у меня закончилось, это средства для дома. Сначала для дома быстренько покажу. Это влажные салфетки для удаления пятен. Удаляю сейчас активно, просто супер активно. У меня светлый пуховик нежно-розового цвета. Он пачкается на манжетах, он пачкается на воротнике от тонального. И это мои палочки-выручалочки. Я очень много раз слышала возражения, что салфетки быстро засыхают. Но я сделала для себя открытие. У меня они полностью использованы. Если эту салфеточку достать и слегка смочить водой, она работает так же, как если бы она была свежей из упаковки. Поэтому не выбрасывайте, попробуйте сделать именно как я. Да, действительно, немножко дольше будет сохнуть вещь, потому что это вода, а не та пропитка, которая была изначально на салфетках. Но они точно так же убирают тональный, который не всегда убирает стирка. Поэтому тем самым я берегу свой пуховик от многократных стирок. Он светлый. И по идее каждые 2-3 дня я чищу воротник, я чищу манжеты, я чищу область возле карманов. Ну и когда я подхожу к своей машине, у нас очень грязный город, и машина выезжается с мойки, через 10 минут ее можно загонять обратно. То есть я около машины постоянно и пачкаю свой пуховик. Я бы просто могла его стирать каждые 2-3 дня. И вещь можно было бы выбросить уже через месяц. Салфетками я тем самым спасаю от, во-первых, повторной покупки пуховика. Ну и, во-вторых, это не так дорого. Я вот, посмотрите, это у меня были обе начатые пачки. Они просто лежали в разных местах. А так мне, наверное, пачки хватает на месяц, если не больше. То есть это не те траты по сравнению с покупкой пуховика. Закончился у меня гель для душа, витамания с черной смородиной и ежевикой. Очень классный аромат, очень натуральный. Ежевика, ну, я не знаю, как пахнет ежевика. Точнее, я же ежевику нюхала, не пахнет никак. А вот черная смородина здесь 100%. Однозначно узнаваемая, классная, естественная. И я купила бы такой гель для душа, если бы у нас не появлялись новинки, которые хочется дальше пробовать. Поэтому однозначно рекомендую, но пока больше не куплю. Все это у меня было в наборе вот с таким кремом. Крем тоже шикарный. Я ненавижу, когда крем оставляет скользкость на руках после использования. Вот с этим кремом такого не происходит. Классный крем. Точно так же пахнет вот этой естественной какой-то смородиной. Я в восторге от этого крема, в восторге от аромата. Он более легкий, чем мой любимый, например, белый из линейки омоложения Гран-при. Но он все-таки, допустим, в летний период, в теплый период, то этот крем просто классный. Так, следующее, с чем продолжим. Ладно, продолжим с масок для волос. Закончились две маски для волос. Одна закончилась у меня в октябре, а вторая закончилась в ноябре. И они были в параллельном использовании. Ну, вот эту, сразу скажу, маску из линейки Салон Кэ, обожаю ее за ее аромат. Однозначно, не то чтобы куплю, у меня уже есть в запасе такая, я ее покупала по акциям Твой Бонус. Она белого цвета. Ну, ванночку я вылизала просто дочисто. Ну, и волосы, после нее не сказать, что какой-то объем, но они очень мягкие и приятные. А вот эта маска Дары Майя, шоколадная маска Бертвин для волос, она как будто бы дает плотность волосам. Они как будто бы на ощупь становятся гуще, что ли, толще это, толще это точно. Но у нее есть один нюанс. Она вот такого цвета, не очень приятного. Пахнет она искусственным шоколадом. То есть это шоколад, очень сложно подобрать натуральную отдушку. Он даже как будто вафельный торт шоколадный какой-то отдушка мне совершенно не нравится. Я вообще не люблю ароматы еды, именно вот кондитерские какие-то в средствах для тела, для мытья. Поэтому, ну, аромат не мой, но эффект от маски мне понравился очень. Я ее использовала вместо бальзама для волос. То есть после каждого мытья головы, а не там 2-3 раза в неделю. И не держала ее по 3 минуты, а просто вот нанесла и смыла. И эффект уже был. Один огромный минус, просто наижирнейший минус, это то, что когда ты ее смываешь вот с волос моей длины, она пачкает все вокруг. Вот просто все. Как бы я ни старалась аккуратненько, ничего, не шевелиться никак, все равно вся ванна даже на стены попадает. И вот это все коричневого цвета. Ну и здесь как-то мы сейчас с вами видим коричневость. Это вообще при искусственном освещении ванной она коричнево-зеленого цвета, такого противного. В общем, из этой маски мне очень нравится эффект, поэтому я терпела ее все вот эти минусы. И у меня есть еще одна в запасе. Я их две покупала, когда они шли по 99 рублей. И теперь я понимаю, почему они шли по 99 рублей. Я еще одну маску такую допользую, но больше покупать не буду, потому что я попытаюсь найти с таким же эффектом что-нибудь другое. Что меньше, во-первых, пачкает ванну, а во-вторых, что поприятнее для меня пахнет. Для волос, что у меня еще было. Закончился сухой шампунь. Это та вещь, которая всегда у меня есть в запасах. Она выручает меня на второй день после мытья головы. Я не люблю мыть волосы. Я не люблю их укладывать. И вообще сам процесс меня раздражает. От мытья волос. Укладка, бог с ней. Я могу и просто причесаться щеткой и пойти. Ну, такой натуральной толстой щеткой. Она немножко распрямляет волосы, как будто их вытягивает. Если их еще с вытягивающими движениями, то можно и не укладывать феном. Но вот этот момент меня как бы мало волнует. А само мытье волос, это для меня я прям ненавижу. Поэтому сухой шампунь меня выручает. И наношу его на корни, я не задыхаюсь от его аромата. Мне абсолютно комфортно все это вычесывается. Никакой белесости у меня не оставляет. Интересно, моя дочь, она больше блондинка от природы. У нее видно это все на волосах. А у меня на темных корнях почему-то так не видно, сколько бы я не разглядывала. Ну, вот не поймешь. Ну и плюс еще объемчик, кстати, такой придает. За счет того, что он на волосы попадает, придает объемчик. И можно даже вот на второй день, здесь сейчас я еще уложила феном, что-то тут у меня как будто как что-то корни приподнялись. Завтра уже ничего не останется, ни следа. И шампунь меня выручит 100% с объемом на голове. Разогревающая маска для волос. Я сейчас стала тоже опять, просто взяла себе в руки. И пытаюсь пользоваться этой маской регулярно. Ну как регулярно? Ей можно пользоваться, по-моему, 2-3 раза в неделю. И вот так и получается. 2 раза точно получается. И чтобы эта маска жгла побольше, у нее жгучий эффект присутствует, я, во-первых, мою волосы черным шампунем, который у нас очищающий, который смывает все силиконы, все, что там накопилось на голове. И после него невозможно просто разодрать волосы. Они как гнездо какое-то спутанное, как колтуны на голове. И потом я наношу эту маску, а на корни, это на корни, на саму кожу головы, втираю все это, густо наношу. То есть мне сейчас маски хватает, наверное, раз на 5-6, не больше. Стало много, во-первых, наносить этой маски. И поняла, что чем больше наносишь, тем лучше эффект. Понятно, что тоненький слой мало. И на кончики наношу, ну, какую-то маску. Вот из тех, что я вам показала. Я закрываю все это шапочкой для душа или обычным полиэтиленовым мешком. И закутываю в полотенце. Хожу до тех пор, пока у меня не перестанет жечь. Это мой способ. И волосы однозначно перестают выпадать. Но новые пока не торопятся расти. Но я уже начала принимать комплекс для укрепления, по-моему, роста волос из нашего каталога. Мне девчонки посоветовали, сказали, что все работает, но нужно набраться терпения и этот комплекс пропить, ну, месяца-два. У меня еще... У меня какая баночка? А, первая баночка у меня еще идет. Так что пока я вам отзыв полноценный дать на нее не могу. Могу дать отзыв на живицу. Сейчас в каталоге у нас она идет с... Это я сейчас говорю вам про 17-й каталог, вот про этот. Она всего 279 рублей. Это классная штука. Кедровое масло. Спасает в период заболеваемости всеобщей ОРВИ. Простуды. Простуда для меня такого понять не существует. Всегда все равно это будут вирусы. Вот. Поэтому спасает. Если вы начали заболевать, 8 капсул проглатываете. И течение заболевания просто сразу идет легче. Ну, а если пить по 3 капсулы в день, здесь их 90, то есть упаковки на месяц, то как профилактика тоже это средство очень хорошо работает. Ну, я так утверждаю, потому что я пью и я не болею. Если я не пью, я могу тоже не болеть. Но как сравнить, да, как прожить один и тот же период жизни с ними и без них, непонятно. Даже если работает эффект плацебо, пускай работает. 207 рублей у меня в закупе от оживица. 279 сейчас она в каталоге. И я буду пить, потому что 200 рублей в месяц я отдам за свое здоровье. А если я заболею, то это, во-первых, будет, ну, неприятно в принципе. Ну, и во-вторых, в аптеку унесу гораздо больше. Поэтому я предпочитаю делать профилактику. И всем рекомендую. Маленькие зелененькие капсулки. Они прекрасно проглатываются, в отличие от каких-то других добавок. Рекомендую пока она по акции. Мастоп. Освободилась у меня первая баночка. Я их купила 4 для того, чтобы пропить тоже 2 месяца. Мастопатия – это у нас известное вообще заболевание у женщин, патология женская. И у меня она вовсю имеется. В общем, я этот Мастоп купила себе сразу в 4 упаковки на 2 месяца. Здесь всего лишь 30 капсул. И по 2 капсулы в день нужно выпивать. Здесь у нас экстракт. Здесь льняное масло холодного отжима. Значит, желатиновая капсула, вода, экстракт капусты брокколи и масло чиа. Про брокколи я уже много раз слышала. И вы спасибо писали в комментариях отзывы именно на употребление брокколи. Как кто-то, поддерживающий терапию собаки брокколи, что-то там. Ну, поддерживал, да, жизнедеятельность животного. Свои писали результаты. Но я что хочу сказать. Я уже пью, получается, вторую неделю. Эти одной банки на 2 недели хватает. 2 недели я пропила. Пью вторую упаковку. Не вторую неделю, а вторую упаковку. И с чего начала? Начала с того, что у меня начались опять такие звоночки. Небольшие покалывания. И вот на, получается, уже третью неделю приема я эти покалывания практически уже не замечаю. То есть, если они раньше были в начале приема такими заметными, то сейчас я ловлю себя на мысли, что даже за день ни разу не может быть покалывания. Поэтому я надеюсь, что это будет работать. Ну, полный отзыв, конечно, я вам дам, когда пропью все 4 упаковки. Я не делала анализов УЗИ до или после. Поэтому с лабораторным исследованием, конечно, здесь я не смогу. Только смогу дать свои субъективные ощущения до приема и после приема. Ну, хорошо, тогда мы уже продолжим про добавки. Это с целью я покупаю витамины на iHerb. Здесь 180 конфеток, жевательных, я бы так сказала. Вообще они вот как аскорбинка. Такие тверденькие конфетки, которые он с удовольствием пьет. Они разрешены деткам, по-моему, с 3 лет. С 2 даже до 4 нужно пить по 1, по 1 динозаврику. А когда ребенок старше 4 лет, тогда по 2. Моему ребенку 8. Я ему по 2 штучки в день даю, и он очень доволен. Получается, здесь 180 таблеточек жевательных разделим на 2 на 90 дней. На 3 месяца около 1000 рублей стоит упаковка. Очень дешево получается. И здесь достаточно большой перечень витаминов. В общем, мы едим с удовольствием, я покупаю с удовольствием. И хватает надолго. Не надо каждый раз, каждый месяц что-то заказывать. Это очень классно. Так, ну, высохло у меня несколько лаков. Я тут опять начала пытаться красить ногти. И меня потянуло, во-первых, на нюдовые оттенки, чего очень давно не было. Я любила всегда очень яркие, красные какие-нибудь такие, еще и неоновые. Лучше даже, если будут. Вот. Но закончились. Вот долго постояли. Лаки секрет. Они вообще не держатся так же, как и... Опаньки. Изображение побежало. Лаки от Мариевые тоже все позасыхали. И этих, слава богу, по 5 мл. И, собственно, тут их и не очень-то и жалко. А вот те-то, они подороже. Их, конечно... Ну, не хотелось бы, чтобы они так засыхали. Причем засыхают вот эти хорошо и на ногтях, и в бутыльке. А вот новый лак, который сейчас у меня на ногтях, который у нас из линейки типа гелевых лаков, тоже секрет. Он вообще нифига не сохнет на ногтях. Я замучилась его сушить. Два раза наносила сушку. И после второго раза только у меня что-то закрепилось. А так они были все время сырые. Люблю вот такие ватные диски. Конечно же, их покупать буду. А вот по поводу покупать, не покупать, да? Про лаки. Ну, вот я сейчас решила купить лаки из линейки Skyline. Мне там посоветовали, по-моему, ванильное небо. А обязательно куплю, попробую. Так, ну, зубные щетки силиконовые. Это все. Мы уже поняли, что наша семья вся плотненько на этих щетках сидит. Дочери купила щетку с угольным напылением. Для того, чтобы она чистила углем. У нее прям есть уголь для чистки зубов. И она не оценила. Она сказала, раздирает просто все десны. Обычная щетка. Я больше обычных мне не покупаю. Я даже не могу чистить один раз вот этим порошком, той щеткой. Я лучше, говорит, буду силиконовую старую использовать. Для того, чтобы этим углем пользоваться, чистить зубы. То есть вот до такого. Я тоже рассказывала, да? У меня тоже была такая ситуация. Когда я не запаслась этими щетками. Они все время были по полной цене. Там по 200 рублей. Я купила обычную щетку. Не фаберлик. Но обычную, не силиконовую. И я уже разодрала себе все десны. То есть попробуйте. У кого проблемы с деснами. Кому нужны более щадящие для десен массаж щеткой. Попробуйте силиконовую. Я вам пустую банку показываю. Я, конечно, покупала и буду покупать в каталоге номер 18. Они будут по 89 рублей всего. Это я вам говорю цену до вычета скидки. То есть, если вы не консультант, то проходите по ссылке. Для вас сразу будет 20% скидка. И вы будете покупать дешевле. Так, теперь давайте покажу, раз про щетку речь пошла, я покажу, в каком виде у нас зубная паста отбеливающая, концентрированная, плюс 200%. Вот так мы ее использовали. Она всем понравилась. Однозначно буду заказывать еще. Держит целый день зубы чистыми. В общем, вот эта мне прям паста очень понравилась. И я ее однозначно буду заказывать. Так, ну, к чему теперь переходим? Пойдем, здесь осталось уход и декоративка. Закончился восстанавливающий активный спрей. По привычке до сих пор хочу его называть спрей лед. Я его использую под крем. То есть, или под маску. Это, ну, типа вместо термальной воды что-то такое увлажняющее. На макияж никогда не наношу, потому что это не спрей аэрозольный. И у него все-таки капельки более, тут остатки какие-то есть, они более крупными. И на лицо ложатся, я не знаю, видно вам сейчас или нет, но прям такими каплями. Поэтому для меня это не вариант распыления на макияж. Я вообще не знаю, какой толк распылять что-то на макияж. Если у вас здесь корректоры, пудра, тональный, там, в несколько слоев, что попадет под это все, это ничего не пропускает. Там силиконы. Поэтому вот на макияж считаю вообще бесполезным использование. Но кто-то использует, я нет. Только пот. Закончился бальзам для стоп гладкие пяточки. Это просто супер-мега бальзам, которым не только можно подлечить пяточки, но и сухие локти. Если вы натерли нос, у вас насморк, он у вас красный шелушащийся, можете смело наносить гладкие пяточки. Вот прям, как вспомните, так наносите. Ни раз в день, ни два раза. Вот прям как вспомните. Раз нанесли, почувствуйте, впиталось. Еще раз нанесли. Что вам еще делать, если вы лежите, болеете? И буквально через день, через два, ваш нос будет совершенно чистым, гладким и не красным. Это я лично проверяла. Это очень классный бальзам. Так что купить он у вас пригодится не раз, не только на ваши пятки. Ну а про пятки я вообще молчу, они становятся реально как у младенца. Вот еще покажу вам кислородный бальзам тоже, в каком виде приезжает от дочери. И вот таким образом она просто в этот раз еще как-то не разрезала. Обычно она еще его разрезает и вот все оттуда вычищает начисто. Это просто бесконечные покупки этого бальзама. Я только и слышу, мама, закажи кислородный бальзам. И синяки, и ранки, все им мажет на лицо, и руки. В общем, это у нее вот такое универсальное средство, которым она пользуется просто постоянно. Для нее беру постоянно. Закончила из средства для снятия с макияжа глаз и губ Лореаль. Тоже буду покупать. Вот только дождусь акцию. Потому что сейчас, где бы я ни посмотрела, около 300 рублей оно стоит. А я хочу купить за 180 или за 160, за сколько я в последний раз покупала. Потому что, ну, считаю, что оно так и стоит. Я бы сразу штуки 2-3 купила. Единственное средство, которое мне не жжет глаза. Хотя сейчас мне не жжет еще и мицеллярка от Вербены. Из линейки Вербена. Но минус в том, что не дает вот этой жирности и не до конца стирает. Я не могу межреслиничное пространство, например, мицелляркой нормально дочистить. Хотя уже сейчас даже тушь. Вот у меня сейчас новая тушь из новой линейки. Вот эта вот. Она очень сильно присыхает к ресницам. И ее тяжело размочить водой. То есть моим любимым способом ее снимать тяжело. Я ее снимаю мицелляркой. Мицелляркой отходит она прекрасно. Но все равно между ресничками остается чернота. И вот этой я мицелляркой уже добить не могу. Она начинает поджигать немножко веки. То есть мицеллярка дольше, чем минуту-две. Все, она начинает уже работать против меня. А мне для того, чтобы все до конца хорошенько снять, нужно, получается, больше, чем 2 минуты. Поэтому двухфаска для меня, ну, просто обязательно. Масочки. Делаю вместе с вами на марафоне масочки. Эту показывала, делала обзор для того, чтобы актуальное в Инстаграме сохранить. Эту тоже для актуального продемонстрировала. Ну, а дальше уже идут другие маски. Они уже будут в декабре. Вообще у нас все началось с этой недели. Получается, со 2 декабря начался... Или нет, я брую. На прошлой неделе у нас начался этот марафон по подготовке личика к Новому году. Поэтому, кто не добавился еще, добавляйтесь в Инстаграме. Вторник, четверг, воскресенье. Я делаю напоминалки, чтобы вы сделали маску. Пишу, какую маску. Поэтому вы не забудете и к Новому году подготовите ваше личико. Матирующие салфетки для лица закончились. У меня две пачки сейчас параллельно в использовании. Лежат в разных местах. Обожаю эти салфеточки. Они размером небольшие, с визитную карточку. Голубенькие, вот такие нежные. И я тоже могу их вам рекомендовать. Закончилась пудра Спортный пляж. У нас она была лимитирована. Ее больше нет в каталоге. Пудра была классная. В одном темноватом оттенке закончилась. И у меня есть запасная. На следующий лет точно будет. Вот это средство я уже купила. Это средство для ухода за кутикулой. Здесь уже вот эти остатки собирать неудобно. Поэтому они здесь присутствуют. Здесь есть какие-то гранулы. Я не знаю, на что они влияют. Но в принципе средство пахнет абрикосовым вареньем. И выглядит как оно. И классно увлажняет кутикулу. Я в течение дня несколько раз наношу вокруг. И просто немножко массирую. Закончилась сыворотка Блум. И средство для век тоже из этой линейки. Достаточно легким показался мне крем для век. И для меня он слишком легкий для холодного времени года. Для лета было бы нормально. Все это пахнет жасмином. И для кого-то слишком выраженно. Особенно для тех, кто не любит аромат жасмина. Я на всю линейку давала обзор. Поэтому проходите. Смотрите. Подробно останавливаться не буду. Бальзам зима. Ну это просто, просто всегда у меня есть. И один заканчивается, другой начинается. Сейчас буду покупать уже из новой линейки. Буду тестировать. Все спросили меня, Марина, что за нежный тоник для лица. Девчонки, он так и называется. Нежный тоник для лица Oxiology. 0,259. Всегда у меня есть в использовании. И я его очень люблю. Немножко оставила. Показать, что он совершенно прозрачный. Нет никаких красителей. От душек, наверное, тоже здесь особо никаких нет. Классный тоник для чувствительной кожи. Однозначно подойдет. Закончилась тушь Fly Lashes. Ну про нее я говорила, говорила. Макияжи снимала, снимала. Она не закончилась. Она просто подсохла. И я в этом случае сразу же меняю ее на другую. Не разбавляю, а просто избавляюсь. И сейчас уже показала, какая у меня тушь на ресницах. Новенькая. Корректор. Тоже, когда снимаю макияжи, можете посмотреть. Хвалю этот корректор. Сегодня еще сняла макияж. Выложу его. И посмотрите, там он тоже принимает участие. Я его покупала и буду покупать. Здесь даже уже вытащила ограничитель. И допользовала до последней капельки. Сыворотка-кондиционер для роста бровей. Однозначно вам рекомендую эту сыворотку. У меня прям подросли вот здесь бровки в конце. Где они у меня почему-то сбытерлись, исчезли. Несколько волосинок уже выросло. Я очень довольна результатом, пропользуюсь два месяца. У меня на сейчас есть повторное. Использую и безумно довольна. Ну и закончился блеск. Я покупала Vivienne Sabeau. Вот такой голографический. Ну его практически не видно на губах. Я бы такой может быть купила, но почему-то больше не вижу. Но вам могу рекомендовать. Что у меня на губах? На губах у меня новая матовая помада 40461. Вот так она выглядит в тубе. И вот это ее оттенок. И на губах она выглядит вот таким образом. Ну что, я уже про эту помаду много, несколько раз уже говорила. Матовые помады я вообще не люблю. Вот на мой взгляд, они, во-первых, придают возраст. Они не дают никакого объема губа. Ну и эффект потрескавшихся губ у матовых помад у меня есть всегда. Я этот эффект ненавижу, не люблю. И плюс ко всему, вот я сейчас с вами говорю, у меня слипаются губы. Поэтому это не мой просто формат помад. Я знаю, что многие любят просто матовые помады. И они нравятся. Поэтому пробуйте. У нее очень комфортное нанесение, очень комфортная текстура при нанесении. Вот у нас несколько оттенков. Мой сейчас верхний. Ну и они здесь почему-то представлены глянцем, таким лаковой помадой. А на самом деле вот этот оттенок выглядит вот таким образом. Слипаются губы, ничего не могу с этим поделать. Ну и кто говорит, что не сушит, давайте быть честными. Невозможно, чтобы сухая помада не сушила. Она, может быть, до корки губы не доводит. Но после одного использования матового слоя вот этой помады, второй раз наносить слой уже будет невозможно. Это будет выглядеть некрасиво. Опять нужна будет подготовка, увлажнение, бальзам там снова под помаду. Для того, чтобы все легло красиво. Поэтому хорошее увлажнение дают только увлажняющие помады. Питательные дают ровность губам. Но эти помады все-таки они устойчивы. Небольшой плюс в том, что они стойкие. И кто-то любит матовые текстуры, для них это будет классная находка, потому что она и приятно пахнет. И кто пробовал наш блер-крем, вот эта помада, она по ощущениям, по тактильным. И когда ты ее наносишь на губы, она напоминает по своей бархатистости именно вот этот блер. Эффект классный. Поэтому, если вы любите матовые помады, я думаю, что вам она однозначно понравится. Оттенков очень много. Красный красивый. Красный на вечеринку, на новогодний корпоратив. Мне кажется, будет очень даже классно прикупить. Она точно будет держаться. Делайте заказы, получайте палетку, получайте 250 рублей от меня. Надеюсь, была вам полезной. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в моих новых видео. Ну а с вами была Марина Соловьев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok